хорошо спасибо так всем добрый день еще раз кто к нам присоединился так сегодня мы снова с вами будем заниматься акварелью начнем мы с вот этой цветовой раскладки которая сейчас у нас на экране на прошлом занятии я объясняла как ее сделать задание было такое больше домашняя самостоятельная тем не менее всегда пишите вот сам вопросы если например с предыдущего занятия остались какие-то вопросы которые например непонятны да может быть где-то я быстро например что-то проговорила да остались какие-то вопросы незакрытые да или что-то все равно там в процессе там выполнения задания осталось непонятно то все равно ватсап всегда пишите вопросы буду отвечать либо ватсапе то если это какие-то краткие моменты либо если это нужно более детально объяснить будем рассматривать на занятии и также часто там вот например последний там вопрос был о том что вот непонятно да как вот этот немножко таблицу нужно объяснить показать именно на практике то есть вопрос был очень хороший а потому что в цвете с этой таблицы на занятии не работали поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы я всегда их учитываю и потом в дальнейшем мы их рассматриваем на занятии чтобы я тоже знала в каких моментах нужно может быть нам подольше что-то обсудить или какие-то моменты достаточно понятные их можно наоборот побыстрее пройти то есть я надеюсь мы вот с вами все вместе вместе будем работать над вот этими всеми заданиями поэтому не стесняйтесь пишите уточняйте скидывайте вот ваши цветовые там выкраски задания рисунки и так далее так я покажу на практике как мы выполняли вот эту цветовую раскладку так как на словах я рассказала на практике мы по времени не успевали то есть было самостоятельное задание я оставила здесь пустых два квадратика дабы показать как это все происходит так напомню у нас были например сверху да вот все цвета в определенном порядке и все то же самое вот здесь с левой стороны сверху вниз так здесь они у меня подписаны сверху слева я не стала подписывать то чтобы просто место было побольше так все расчерчено цвета я взяла точно такие же вот как я вам скинула в беседу все точно то же самое выполнила оставила пару квадратиков а также если там понаблюдать по той картинке и сейчас у меня то что вот выполнено я постаралась более заметную разницу сделать то есть у нас вот в этой части да то есть у нас таблица поделена вот такой диагональю напоминаю очень важно делать различные выкраски там мы делали различные упражнения выкраски которые напоминаю тоже на каждое занятие с собой имейте на вот цветовые выкраски я их тоже все подписала свободное время и кстати у меня для удобства вот эти выкраски да вот в таком же порядке всегда лежат на столе и в таком же точно порядке в такой же раскладке мне всегда лежит вот моя палитра это нужно для того чтобы но мы вспомним на первое занятие то есть здесь есть цвета которые достаточно темные не всегда понятно что где какой цвет да вот здесь например синий фиолетовый где они непонятно на этом черный и вот здесь что умброженная тоже на вот в этом смеси да особенно на видео это наверное как все практически одинаковые цвета поэтому нам очень важно запомнить что где располагается и для того чтобы это было сделать легче вот у меня всегда вот так лежит акварель и цветовая выкраска на в одинаковом расположение чтобы мне было быстрее ориентироваться чтобы не было такого что я куда-то не туда ляпнула а потом на лист бумаги потому что помним что в акварели сложно что-либо подправить акварель а можно вот вопрос потому что вы рассказываете дело в том что вот у меня тоже не было название я никак не могу понять разницу между умброй у меня потому что 12 цветов умброй и сиеной они очень похожи вот умброженная и сиеноженная вот я не могу понять что у меня сиеной или умбра а это важно потому что да да конечно да это правда достаточно важно потому что они отличаются да но их можно да там еще могут быть еще большее количество там коричневых оттенков да мы иногда объединяем там красные коричневые зеленые а вот умброженная она более холодного оттенка по сравнению со сиеной женой то есть сиеноженная более теплая и вот в моем случае она но она так чаще всего да еще вспоминаю масляные краски там невскую палитру сиеноженная более теплая и такой вот оттенок чуть-чуть с красненьким чуть-чуть с красненьким умброженная такая вот более холодного коричневого оттенка то есть прям можно их получается вот здесь в акварели в коробке мазнуть да вот положить прям рядышком два мазочка и посмотреть вот какой из них будет более холодный какой более теплый более теплой сиеноженная вот совсем теплой охра да ну я думаю она там должна достаточно сильно отличаться вот поэтому попробуйте елена спасибо большое все поняла отлично да пробуйте еще теплее что можно задать вопрос я первый раз я вообще не знаю вот эти какие названия где мне найти а вы купили акварель или смотрите там просто ну вот обычно возможно не всегда чаще всего вот когда это совсем новая акварель у меня было например вот сзади на бумажке она так вот была обернута бумажкой и сзади вот здесь внизу были подписаны цвета на бумажке а еще когда мы открываем обычно цвета у нас еще вот здесь такая прозрачная как такая пластиковая пленочка и на ней обычно тоже все подписано подскажите есть у вас такая штучка у меня есть я смотрю да сейчас посмотрите посмотрите там должны прям вот тоже в такой же раскладке как вот здесь коробочки все цвета и там подписи должны быть в таком же порядке на вот этом прозрачном листочке на английском да а на русском нету ниже там часто бывает когда вот это вот табличка там лежит а там первые например английский потом русский потом еще какой-нибудь язык так это кажется описание я конечно не знаток английского кажется это описание попробуйте сфотографировать вот вашу тогда вот этот бумажки все да я попробую разглядеть там обычно они достаточно вот крупно по очереди все вот написано сфотографируйте тогда вот сапе пришлите ну я правда после занятия тогда посмотрю потрачу время вот а вот сапу нет это мне дали ваш этот самый я подключилась извините вот так а вот сапе а вот сапе вы получается не добавлены и добавлено до вас нужно тогда добавить тогда вот администратор пожалуйста добавьте а вот назовите пожалуйста фамилию имя кто вот у нас не добавлен хорошо так я надеюсь у нас администратор записал если что там уточните у нас да кто у нас сегодня администратор так и тогда мы вас до добавим потому что вот сапе у нас есть общая группа вот акварельная акварельная россия и туда мы обычно все у нас выкладываем ну здесь название краски здесь просто то же самое написано казахском украинском языке а название красок вот только на английском хорошо смотрите вас тогда добавят в ватсап да и пришли да вы пришлите пожалуйста вот фотографии я попробую посмотреть также например я вот в своей акварели тоже я ее купила давно использую но я выкинула вот эти вот то что было здесь вложено или где-то лежит обычно как вот у художников мастерской так много всего а я нашла получается в интернете название да то есть по названию там например невская палитра там такого количества цветов да попробуйте вот если что да да если что пишите если что помогу тогда найти и вот эти цвета до подписать а так хотя бы вот выкраски просто на листе бумаги сделать вот такие выкраски это мы на первых занятиях делали хотя бы пока без подписей но в таком же вот расположении да как здесь вот на палитре вот эти выкраски вам уже будет намного удобнее ориентироваться так идем далее так получается у нас вот ватсапе также вот там вы если что там пишите говорите кто если еще здесь есть кто не добавлен у нас туда в группу вы пишите мы вас добавим или можно даже вот здесь вот в чате да у нас есть чат в зуме можно даже туда написать фамилию имя и попросить добавить и номер телефона но думаю у нас администратор сейчас этим займется так так же ватсапе у нас получается вот эта вот картинка и продолжаем как ее выполнить так мы по моему остановились на том что у нас делится эта таблица вот так пополам по диагонали по диагонали у нас были вот эти вот чистые оттенки да просто в чистом виде без замесей ну пусть да так по диагонали дальше разделили этой диагональю получается свой листик в этой части у нас будут более насыщенные оттенки то есть максимально насыщенные во второй половине вот в этой у нас прозрачные то есть больше разводим водой вот в этой части тут прям вот заметно да то что эти такие вот более светлые прозрачные а здесь более темный то есть и замесы ой я капнула водичка сейчас одну секунду так как говорится так старалась сделала данную выкруску сейчас я ее немножко тут вот водичкой не заметила как чем-то капнуло на вообще в акварели конечно это нормально сейчас я важность ой сухой салфеткой да уберу лишнюю влагу вот так не заметила наверное с кисти капнула так то есть вот в этой части да мы там смешали например лимонную и красную вот в этой части то же самое будет тоже лимонная красная только она будет более светлая вот например ищем лимонная вот красная да мы их смешали развели водой сюда положили а вот в этой верхней половинки вот у нас лимонная вот красная и сюда мы более плотный замес положили вот давайте сейчас я вот специально оставила два квадратика вот здесь в конце дабы показать вам как это на практике происходит кстати из нового я смешивала на первых двух занятиях вот здесь краски акварельные то есть так тоже можно делать но у меня например маленькая вот эта вот крышечка у меня цветов немного можно конечно более обширное количество цветов использовать и я использую палитру я не покупала какую-то специальную я использую стекло это стекло форматом а4 просто какую-то раму покупала недорогую и вот использую стекло фикс прайсе кстати там тоже есть вот такие недорогие я буду смешивать на нем и серую картоночку но это можно подкладывать можно не подкладывать мне просто белый стол и вот так чтобы у меня просто зона палитры отличалась вот мне нравится на стекле работать многие работают на стеклянной палитре в акварели и в масле в домашних условиях сложнее конечно стекло куда-то на пленэр взять потому что оно более тяжелое конечно чем простая пластиковая палитра поэтому попробуйте я на занятиях в первую очередь всегда воспризываю экспериментировать пробовать для одного художника одним способом удобнее для другого художника другим способом удобнее и это нормально разные художники работают по-разному и вам возможно тоже будет удобно по-разному но вы пробуйте главное попробовать и что вам больше понравится что комфортнее так то есть вот у меня палитра стеклянная далее значит так 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 давайте пока вот так передвину сейчас я буду смешивать то есть я прям смотрю вот сюда так здесь у меня цирулиум да то есть или какая-то вот голубенькой голубенький оттенок то есть не синий дальше я смотрю да спускаюсь где с каким цветом он пересечется но здесь синий синим да ниже опускаюсь так синенький далее у меня соединяется вот с ультрамарином да вот здесь в этом кубике также есть точно такой же смесь нам не видно какие краски соединяются мы только вас видим так но когда я говорю должно быть ну вот у меня сейчас на экране именно эта камера то есть просто экран и все так администратор подскажите вы сделали какой-то из моих устройств главными как вот вы делаете администратором как вы там говорили смотрите экран закреплен с красками а если он у вас не виден вы можете пролистать до него до этого экрана и два раза на него тыкнуть и тогда он будет у вас главным телефоне так сейчас попробуем обычно просто где микрофон включим да тот открывается так мне на телефоне такая схема не работает так остановить участие получилось вот у меня например я вижу наши квадратики а подскажите пожалуйста вот у остальных тоже но получается ни у кого не видно или видно вот цветовый круг хорошо хорошо все видно хорошо спасибо большое смотрите просто бывает например а вы у себя тоже вот если у кого-то другой экран открыт да может быть там нажали например да на какой другого человека и он поэтому у вас а вот можно если при не открывается просто зум он априори так работает что у кого включен микрофон тот экран и показывается вот если у вас вот не видно цветовых выкрасок тоже можно вот нажать у себя открыть на большой экран но так как все таки у большинства получается видно поэтому попробуйте тоже настроить вот у меня по настройкам вроде все правильно так так что попробуйте да там тоже можно выбрать чтобы кто у вас лично на телефоне или на экране на ноутбуке был большим экраном так далее да далее смотрим по нашим цветам то есть у нас как и вот здесь есть вот этот вот голубенький да вниз провели ультрамарин а также и вот здесь ультрамарин провели вниз и тоже есть вот голубеньким да то есть вот одно и тоже получается здесь я сейчас буду наводить более темный цвет то есть смотрим прям вот какой мне нужен то есть так можем делать с любым цветом да это я просто на примере вот этого синего и ультрамарина так я беру то есть я вот здесь могу посмотреть да если мне в палитре там в красках непонятно где смачиваю кисточку водой кстати можно смочить то все краски я пока этого не делала смочить вот данный цвет а потом сюда мазнем на палитру можно еще более насыщенно мазнули в цвет и сюда на палитру так далее это вот я смотрю он давайте вот этого более темного начнем да вот ультрамарин вот так сейчас вот так пододвину сделать вот так могу покрупнее так то есть вот ультрамарин просто легче начинать именно с темного с темного цвета ультрамарин плюс вот этот голубенький голубенький я сюда на палитру положила себе потом промываю кисть обязательно взяли нужный оттенок какой вам здесь вот нужно там красный оранжевый точнее тут нет оранжевого желтый лимонный сюда на палитру мазнули кисть промыли дальше мне нужен нужно соединить голубенький с ультрамарином вот я смотрю по моей выкраски на где ультрамарин мазну сюда тоже на палитру проверю что это именно тот цвет то есть амазнула тоже ультрамарином рядом да и смешала и смешала два этих цвета приблизительно в одинаковом соотношении то есть вы вот тут на палитре тоже оттенок будете видеть то есть это не должен быть там например цире циролиум в чистом виде ультрамарин в чистом виде то есть вот смешался этот оттенок этот оттенок я вот сюда вот в эту половинку где самые темные где самые темные вот сюда я ее наношу чуть-чуть водички есть на кисточке то есть работаем кисть смочена всегда водой чтобы не была сухой вот положили вот он такой достаточно насыщенный оттенок потом мне нужно то же самое а получается вот тоже самое и синенький до сюда проводим ультрамарин у меня получается этот оттенок уже есть я промываю кисть промываю кисть и кисточка получается у меня тут уже с водичкой чистая кисть с водичкой и вот здесь в краешке вот так размешиваю чуть-чуть беру от вот этого основного цвета и который прям такой был насыщенный прям много взяла краски ультрамарина и вот это вот циролиума там кстати в разных красках названия тоже могут отличаться там у невской палитры там санет и так далее то есть возможно у вас там не циролиум да какая-нибудь может быть прусская нет ну прусская она более темная да какие-то голубенькие оттенки то есть мы размешали да побольше здесь взяли воды и теперь вот в этот квадратик на точно самый тот же цвет но разбавленный больше водой сейчас я его сюда нарисую так стараюсь в квадратиках рисовать если заедем чуть-чуть за края ничего страшного вот и получилось у нас вот этот голубенький с ультрамарином здесь темный здесь светлый и то же самое мы делаем со всеми цветами вот мне кажется конечно же на практике когда объясняешь становится намного понятнее на светлые и темные извините что я иногда да вот пальцем левой рукой да и обычно непривычно что-то держать темные светлые вот тут мне размазался так смотрите далее вот для чего мы делаем разные расцветки да конечно же нам нужно знать а как той или иной цвет выглядит в смешении да один с другим одни цвета будут давать более чистые оттенки и цвета более грязные оттенки здесь мы взяли основные цвета здесь также по палитре можно посмотреть вот что более чистым дает цвет что более грязным а более чистый например у нас создаются в сочетании например вот красный и желтый на такие красивые а получится оранжевые оттенки вот здесь например также из основных там у нас например желтый и синий нас изумрудным тоже вот красивые насыщенные чистые оттенки а далее и у нас основные еще то есть у нас основной а красный желтый синий желтый синим точнее красный синим от красный синим мы на том занятии на том по моему делали выкраски я кстати наверное тоже выложу да вот с первых занятий вот эти выкраски потому что бывает а кто к нам присоединяются и например пупс пропустили да вот какой-то участок то есть я буду там выкладывать там задание там с такого-то дня задание с такого-то дня то что могут а в классе делали что кто-то может быть самостоятельно их наверстает и так мы выявили да у нас основной красный желтый синий но если красный с желтым дает чистые красивые оттенки оранжевый желтый синим чистые красивые оттенки зеленые а синий с красным не всегда будет давать чистый красивый фиолетовый то есть вот здесь да вот тут он при высыхании уже стал более похожим на фиолетовый но все равно это недостаточно красивые фиолетовые то есть это зависит от того какой красный и от того какой синий особенно если у вас вот коробка с акварелью большая там будет много разных там синих голубых много красных и так далее и так после того как вы выполнили вот такую выгрузку мы видим да что с чем смешать какой нам получить нужно оттенок а потому что напоминаю что у художника основная работа она проходит на палитре она проходит на палитре нам сначала нужно там смешать оттенок сделать его или более темным или более светлым или не понравился этот оттенок например нужно смешать другие краски и только потом на лист бумаги то есть на бумаге у нас уже итог на потому что есть частое заблуждение что акварель это только то что вот мы там на листе бумаги выполнили а вот на самом деле это уже итог то у нас большая подготовительная работа перед этим проходит так в наших выкрасках кто не делал сделайте обязательно также мы здесь видим что так мы нашли с вами зеленые оранжевые оттенки фиолетовые фиолетовые красивые оттенки лучше получить например у нас вот есть цирулиум и ультрамарин да вот здесь вот более а если с цирулиумом смешивать более холодный с ультрамарином более теплый фиолетовый оттенок это мы его смешали с хинок но здесь он хинокриди простите у меня язык заплетается от названия хинокридон хинокридон он более розоватый и он дает более красивый фиолетовый оттенок то есть вот выполняем такие выкраски это обязательная работа акварелиста особенно в начале его пути если вы конечно более опытный художник вы допустим рисуете всю свою жизнь да или может быть несколько лет то есть вы конечно уже наверняка в начале делали эти выкраски вам их делать не обязательно напоминаю нас нету там журнала оценок то есть вы конечно же сами смотрите что вам выполнить что не выполнить а также у нас вот администратор написал вот укажите фамилию имя это я думаю для тех кого вот нужно добавить в группу ватсапе тоже в чат вот можно написать так 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 то есть фиолетовым тоже разобрались как лучше его получить с помощью вот такого розоватого оттенка да так что еще хотела сказать также да про тепло холодность что очень важно тоже в акварели один и тот же оттенок может смотреться более теплым или более холодным с фиолетовым вот мы с вами посмотрели могу так поближе поднести вот тут видно я думаю достаточно видно что этот более холодный этот более теплый вот здесь например на такой серый оттенок грязноватый да то есть это смесь двух сложных оттенков изумрудная и хинокридом он получается таким более грязноватым так разные оттенки коричневого если мы с сиеной жены смешиваем а также напоминаю что экран не передает конечно же стопроцентной точности вот цвета да который меня например на листе бумаги то есть любая камера когда которую мы возьмем и любой экран да то есть это зависит и от моей камеры от вашего экрана то есть конечно же если вы сделаете выкраски там вы более точно этот оттенок посмотрите какой он у вас там получится так также противо холодность вот здесь например если мы изумрудную например смешаем с желтым да или это кадми желтый у вас будет называться или это желтая средняя то есть изумрудная с желтой смешали получили более теплый оттенок а если тоже изумрудные и с лимонным смешаем получится чуть более холодный оттенок да то есть зеленый может смотреться более теплым и более холодным а также вот например если к коричневым вернуться а то есть если сиену жены смешивать соответственно с теплыми оттенками там красный желтый лимонные тоже будет более теплый оттенок если нам нужен более холодный оттенок коричневого цвета то мы добавляем холодные там изумрудную или цирулиум или ультрамарин на ультрамарин он уже такой более тепленький оттенок Так, что у нас здесь еще есть? Вот здесь такие тоже бирюзовые немножко оттенки, тоже есть более холодные, да, с ультрамарином смотрится чуть теплее, такой замысловатый цвет. Так, дальше, что у нас здесь, кстати, подсох, по-разному, напоминаю, смотрится, если мы только нанесли цвет на бумагу, замешали, у нас получается он мокрый и смотрится более темным. После высыхания он будет более светлым, практически в два раза он может посветлеть, поэтому обязательно просмотрите, вот полностью высохла у вас эта палитра и посмотрите, как выглядит каждый из этих цветов. То есть, когда мы будем смешивать, мы уже сегодня такие маленькие пробные пейзажики выполним, то есть обязательно мы вот сюда будем поглядывать, можно сделать более, более большую вот такую палитру выкрыски, да, потому что здесь не все цвета, вот у меня, например, здесь есть еще карапак, прусская голубая, зеленая теплая, охра желтая, то есть вот здесь вот в этой палитре, да, нет уже этих оттенков, то есть можно отдельно, отдельно выполнить вот эти замесы. Вот, очень важно, да, экспериментировать, пробовать, какой оттенок нам нужен. Всегда перед глазами должны быть вот эти выкрыски с собой на занятия тоже вот, чтобы вот эти выкрыски и даже и вот эти более простые выкрыски, всегда у вас должно быть под рукой, чтобы вы ориентировались в цвете. Так, дальше. Подскажите, пожалуйста, по вот этой табличке еще остались ли у вас вопросы? Кстати, если вот получился светлый, можно после высыхания вторым слоем пройтись и получить более темный оттенок. Так, если по вот этой таблице есть вопросы, задавайте, если нету, то будем продолжать дальше. Вот такую, кстати, ровную палитру, отдельную, да, отдельную от вот этой коробки с цветами, да, вот здесь вот сложнее помыть, потому что вот сюда может залазить, да, какой-то цвет или вода туда может заезжать. Вот эту палитру, ну, которая просто отдельно от коробки с акварелью мыть намного легче. Вот советую отдельную купить. Можно не обязательно стекло, стекло, оно еще, конечно, мы можем поцарапаться. Ну, поэтому в плане безопасности, конечно, пластмассовая, она более безопасна. Так, дальше. Так, фотографию я на всякий случай могу и фотографию своей. Давайте я все буду с занятия фотографировать и в WhatsApp выкладывать, да, свою вот эту выкраску тоже. Так, ну что же, далее я отрываю листик, да, как обычно, я пока просто в альбоме работаю. Так, оторвала этот листик. У меня вот здесь с левой стороны лежат все мои выкраски. Я тоже на них посматриваю. Ну, чтобы в акварели грязь не получалось, да, я как бы смотрю, что мне сразу там смешать. Так, это я откладываю. Беру чистый листик, чуть-чуть он у меня намок. Ну, кстати, когда совсем слегка намокает, при высыхании распрямляется лист. Так, дальше. Дальше мы сделаем тоже упражнения, но уже более сложные, да, по замесам. Возможно, к замесам мы иногда будем возвращаться, да, там по тепло-холодности еще можно было бы поработать. То есть, ну, у нас уроков занятий много, я думаю, у нас это все впереди ждет. Так, небольшие, получается, задания с вами выполним. Можно сделать себе несколько, давайте, можно сделать парочку прямоугольников. Там у меня формат А4, на всякий случай. Так, палитра у меня достаточно большая. Сейчас я ее на другую сторону вот так перемещу. Я, получается, сделаю... Пока что не видно, мне еще, чтобы палитра, да, не упала, не разбилась. Кстати, такое, да, тоже может быть, если палитра стеклянная. Дальше. Для выполнения задания я сделаю два прямоугольничка. То есть, мы уже будем там работать с мазком и что-то уже более понятное рисовать. Так, я буду рисовать от руки. Сейчас посмотрю. Вот, я на глазок делаю композиционно вот так, чтобы они приблизительно, да, вот просто симметрично были. Сейчас я их нарисую, вам будет более понятно. Можно сделать более вытянутым по... Что у нас? По вертикали. Так, с этой стороны тоже. Два прямоугольничка. У меня нет под боком линейки. Я обычно ее не использую. Линейка нам нужна была только вот, когда мы вот эти делали штучки. Хотя тоже можно выполнять от руки. Так, прямоугольник. Давайте я его границы нарисую чуть ярче, чтобы точно знать, что вам будет видно. Да, все эти линии. Вот так, чуть-чуть поярче прямоугольник. И точно такой же справа. То есть, чтобы у нас были как бы границы, да, у нас обычно всегда есть границы, границы листа, границы там чего, фоншета и так далее. Так, ну вот такой, да. Слишком чрезмерно ровный можно не выполнять. То есть приблизительно плюс-минус вот такие вот два прямоугольника, да, таких два прямоугольника. Так, дальше. Дальше мы с вами выполняем. Как бы будем переходить постепенно к пейзажам. Получается, какой-то намек сделаем на небо, да, и вот здесь попробуем сделать что-то похожее на такие травинки. То есть такое некое упражнение. Итак, напоминаю, вот эти штучки у меня тут всегда перед глазами, да, просто они за экраном. Кто их не выполнял, кто первый раз, ну, будем смотреть вот здесь, да, в коробочке по цветам. Ну, и плюс, когда вы на палитру, да, этот цвет, ну, что, что я запуталась, как бы наносите, да, наносите. То есть там тоже видно вот этот оттенок. Плюс я напоминаю, так, у меня, по-моему, тут нет какого-то лишнего листика. Лишнего листика сейчас я, а, я же здесь уже начала. Так, сейчас я, а, вот он у меня. То есть я на прошлом занятии тоже рассказывала, что вот можно, нет, вот этот экран. Такой, как бы, листик всегда у меня лежит рядом дополнительный, как бы для всяких вот почерпушек. Почерпушек мазков, где я не боюсь что-то испортить, где я могу проверить цвет. То есть не сразу начисто, да, а вот сюда макаю и смотрю, как этот цвет у меня уже будет выглядеть. То есть вот такой вспомогательный листик. Тут вот мы делали разные тут выкраски. Да, всегда у меня тоже под рукой лежит. Он нам пригодится. Так, дальше. Дальше мы сделаем сначала с вами, как бы, такое намек на небо. То есть мы можем взять цирулю. А пока особых сильно замесов сложных мы не делаем. Будем переходить к этому постепенно. Так, намочили кисточку. Кисточка, напоминаю, всегда должна быть чистой и чуть-чуть влажной. Так, намочила кисточку, потом мне нужен цирулю. Он у меня вот здесь. Сначала, конечно же, на палитру наношу. Кстати, возможно, это такой сильно ядовитый для неба цвет. Можно смешать с ультрамарином. Я чуть-чуть добавлю туда ультрамарина. Сюда вот рядышком я обычно этот цвет наношу. А потом уже в нужных пропорциях их смешиваю. То есть смешиваю ультрамарин и цирулю. Решила его приглушить. Но здесь достаточно мало цвета. Мне же этого не хватит. Добавляю сюда еще ультрамарина. Добавляю еще ультрамарин. И добавляю цирулю. Добавляю, чтобы получить более приятный небесный оттенок. Так, потом я наношу верхнюю часть. То есть мы уже пробуем смешивать. Пробуем смешивать и наносить на бумагу. Можем также, как я сейчас рассказываю, на лист бумаги вот так мазнуть. И посмотреть, нас устраивает этот цвет или нет. Допустим, вот меня устраивает. И я сейчас вот так в верхней части. В верхней части нам нужен максимально потемнее. То есть уже будем делать такую слегка растяжку. Мы ее еще будем касаться. И еще потренируемся. Наношу краску слева направо и сверху вниз. Делаю такую постепенную растяжку. Уже представляем, что это как бы намеки на небо. Намеки на небо. То есть вот он у нас цвет. То есть наложили вот тут сверху. Положили более темный оттенок. И продляем дальше. Не макая в цвет. Просто вот так вот кисточкой проводим. И естественно, пигмент в самом начале. Его достаточно много на кисти. Достаточно много. И так как мы не макали, снова вот сюда. То есть так вот сверху вниз я веду. Пигмент, конечно же, уходит с водой в бумагу. На кисти остается меньше пигмента. И поэтому он становится более прозрачным. Вот такую выполнили. Светлую растяжку. Тоже пробуйте сейчас ее выполнить. И на всякий случай еще проговорю. Как у нас обычно проходят с вами занятия. То есть я рассказываю какой-то момент, как его выполнить, как смешать. Даю время на выполнение. Так, и пока вы выполняйте, еще напомню о таком важном моменте. То есть акварель. Мы работаем, конечно же, с водой. Акварель всегда разбавляется водой. И периодически нам нужно будет работать со слоями. Ожидать, когда какой-то слой больше подсохнет. То есть вот у нас будет какое-то время, где мы будем просто ожидать, когда подсыхает бумага. И так далее. Вот, конечно, иногда художники используют фен для того, чтобы подсушить лист бумаги. Но это не совсем такой профессиональный подход. Я его обычно не использую. Но это бы ускорило процесс. И посмотрим, как у нас будет проходить. Но обычно лучше, чтобы это высыхало естественным образом. Так, далее мы с вами. То есть это вот один вариант, как мы с небом можем работать. Дальше попробуем сделать намек на травинки. То есть будем пробовать работать с кистью. Там кончиком кисти, под наклоном. Так, я возьму, например, для травы. Могу смотреть, от меня же вот на мои выкраски. Какой цвет я хочу взять. Может быть, я хочу взять его в чистом виде. Или я хочу взять какой-то замес. Мне, например, нравится изумрудное и желтое. Такой вот приятный травяной оттенок. Но сейчас можно взять любой. Холодный, теплый. Замешать какой-то цвет. Или взять в чистом виде. Давайте я вот здесь возьму вот это теплое зеленое. Теплое зеленое сначала на палитру. Потому что мне нужно скорректировать по тону и по количеству воды. И вот эти все моменты. А, сконцентрировался. Дальше. Делаем, например, кончиком кисти. Вот кончиком кисти. Какие-то вот такие элементы. Сверху вниз кончиком кисти. И пробуем также немного под ребром. То есть вот так. Чуть под ребром. Под наклоном. Чтобы был мазок более крупным. То есть нам это сегодня пригодится. То есть такие вот больше будут напоминать, например, деревья. Вот такие маленькие мазочки больше будут напоминать травинки. Конечно, как работать с тем или иным моментом. Как облака делать. Давайте воду делать и так далее. Тоже мы с вами все там просмотрим. Так, давайте немножко поближе. Такой зеленоватый оттенок. То есть попробовать, как у нас идет кисть. Также давайте попробуем притянуть немножко линию. Например. Вот здесь, допустим, тоненькая была линия. Одним кончиком делаем. Потом сильнее ставим вот так под наклоном. И проводим более широкую линию. То есть нам это тоже пригодится сегодня на занятии, когда мы будем выполнять небольшой пейзажик. Чтобы сделать темнее, нужно подождать. Когда высохнет, тогда мы можем сделать потемнее. Попробуем на вот этих мазочках. Они, по-моему, уже подсохли. Сейчас я еще возьму чуть-чуть зелененького. Положу на палитру. И вот здесь по тому же мазку проведу. Видите, он стал более темным. Но при этом чуть-чуть посветлеет, когда высохнет. Могу вот так тоже дерево, например, одно сделать. То есть такие вот моменты. Это пока мы тренируемся, но ближе подходим к пейзажам. Так, пробуйте. Давайте чуть-чуть дам тоже времени, чтобы вас не торопить. У нас вся основная работа проходит на занятии. И мне нужно, чтобы вы тоже успевали попробовать разные мазки и попробовать их нарисовать. Я пока выпью немножко воды. Главное не выпить там, где у меня замешана акварель. Кстати, вот соединились два цвета. Не знаю, камера передает. Нет. Вот я до этого смешивала ультрамарин, цирулиум. И вот зеленый в чашке такой красивый бирюзовый оттенок получился. Напоминаю, что будем, конечно же, менять воду периодически. Менять воду, мыть палитру. Если у вас уже такая достаточно грязная вода, то нужно поменять. Елена, можно вопрос? Да. Вот когда мы делали небо, вот у меня кляксы в конце получились. Их можно как-то убирать? И еще последний вопрос. Это вот когда я делала, ну, вот как бы мазочки, да, вот эти вот горизонтальные, то граница видна. Вот как это избежать? Спасибо. Так, граница получается вот тут, как вот по контуру, да, вот есть пятно, и контур, он как будто обведен. Да, так получается? Нет, вы знаете, в небе. В небе. А, в небе, вот здесь внизу? Ну, и в середине тоже. То есть вот там, где я брала, кисть проводила, там вот у меня получилось вот ровно четыре границы, а в конце кляксы. Но они сейчас вот уже как бы разошлись. Но не очень. Да, да, смотрите. Это можно, да, подправить. Давайте где-нибудь вот здесь даже вот возьму листик. Так, и, допустим, вот возьму тот же, да, ультрамаринцы рулем. То есть вот мы провели, да, сейчас я как-нибудь тоже вот, чтобы были, например, какие-то вот более четкие границы. Вот так как-нибудь. Там потом светленькую. Может быть, кстати, воды можно взять побольше. Так, вот тут у меня, например, более такой, да, вот непонятный, шероховатый, не такой плавный переход. Вот, пока оно совсем не высохло, да, у меня и там, и там более влажно. Берем кисточку, получается, моем в стаканчике воды, чистой кистью, но с водой. Мы проводим слегка, не трем вот так, да, то есть вот тут покажу, вот так не трем, не растираем, а легкими движениями проводим в том месте, где у нас эта граница появилась. Влажной кистью с водичкой, можно побольше взять водички и вот так поводить по тому месту, где получилась такая вот четкая граница. Проводим. Лучше в одном направлении, например, слева направо, чтобы не затирать бумагу. То есть смягчился, вот тут уже мне сложнее, да, тут прям такое более белое пятно. Тоже попробую еще раз провести, слишком много, напоминаю, не проводим. И также у меня, например, тут белый кусочек остался. Я возьму еще цвета и еще раз вот так поверху пройду. Какие-то моменты, как бы акварель, он такой деликатный, да, инструмент. Есть моменты, которые мы слегка можем подправить. Есть моменты, которые, конечно, останутся. Я вот специально оставила такой пробел, да, у меня уже там такой вот пигментик не попадает. Потом можно его будет добавить. И также, если вот внизу какая-нибудь, например, я прям вот так сейчас проведу. Ну, например, осталась такая вот, должно быть, книзу светлое небо, да, осталась такая вот полоса. Тоже берем салфеточки, кстати. Тоже, я надеюсь, у вас там у всех под рукой. Я тогда перед занятием потом еще продублирую, да, вот салфеточки, чтобы тоже под рукой были. То есть если она вот у нас уже подсыхает, тоже чистой кисточкой с водичкой, я провожу вот так по этому месту, беру салфетку, салфетка сухая, и вот так в этом месте промокаю. И у меня она, видите, стала более прозрачной. Также, если там собралось много воды, то есть какая-то вот проводили, сейчас я специально здесь вот поиздеваюсь над этим листом, вот проводили, и тут вот так, сейчас я специально вот так сделаю, то есть собралась такая вот капельки, много капель. Да, 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 вот именно это, да, Алина. Так, тоже можем, например, пока не поздно, либо вот я сейчас с одной стороны вот так салфеткой промокнуть сухой, или есть еще вариант, мы помыли кисточку, обмакнули ее о салфетку сухую, чтобы кисть стала более сухой, и в этом месте тоже вот так вот провести. Да, более сухая кисть, она будет вбирать в себя воду. Вот я провела, и она забрала, да, часть вот этой вот краски. Потом опять промою кисть, опять вот так обмакну в салфетку, аккуратно, деликатно, да, чтобы ворс не испортить. И снова вот здесь вот проведу там, где вот этой вот много водички. Тоже нужно потренироваться, посмотреть, да, там, сколько воды, насколько там сухая кисть. Тут чуть-чуть уже вот начинает затираться вода. Ой, бумага, да, конечно же, чем больше мы проводим, да, по одному и тому же месту кистью, тем, конечно, она будет там постепенно портиться. Ну, если прям много, больше, например, пяти раз, да, будет затираться. Вот, я сейчас специально тут воздеваюсь. Спасибо большое. Вы знаете, у меня уже даже получилось кляксы убрать. Спасибо. Отлично, отлично. Будем тренироваться, пробовать, потому что все равно вот нужно подпривыкнуть, понять их, где нужно по суше, где нужно салфеткой, где нужно сухой кистью. То есть будем постепенно к этому привыкать. Тут вот сейчас еще кистью с водой вот так пройдусь, чтобы сделать посветлее, да, чистой кистью. Ну, промокну салфеткой, сделаю обратно посветлее вот этот участок, да, вот он стал еще светлее, получился такой вот переходик. Иногда, вот я сейчас поближе покажу, в акварели, конечно же, будут всегда какие-то незначительные там или линии, или переходы. Ну, то есть вот здесь вот в икрасках видно, что он прям не идеально такой прям однородный переход, да, вот здесь вот такие вот тоже переходы. Здесь чуть-чуть линии видны. То есть в целом, если чуть-чуть где-то что-то вот такие моменты есть, это так, в принципе, нормально. Вот иногда будет получаться там, например, более ровно. Тут я, наверное, побольше водички взяла, он такой более равномерный. Также помним, что избегаем большого количества воды, потому что, да, он будет собираться в такую капелюшку. Вот так, дальше, да, вот эти мы моменты просмотрели. Вот очень хорошо, что задаете вопросы. Я думаю, эти моменты интересны и важны для всех слушателей, да, особенно те, кто у нас с нуля начинающие. Можно вопрос? Да, конечно. Насколько качество бумаги зависит, ну вот скажем так, это появление границ, скорость впитывания воды, качество бумаги насколько влияет? Да, качество бумаги влияет. Например, здесь у меня нету, по-моему, такого прям обычного, обычного листика, то есть есть, знаете, такие листы, можно тоже поэкспериментировать, посмотреть. Вот акварель, она обычно более впитывающая. Ну, вся бумага для акварели, она обычно хорошо впитывает. Также у нас есть у акварельного листа сторона такая вот более фактурная, то есть именно она предназначена для рисования акварелью, то есть она хорошо впитывает, и то есть в том плане, что можно вот эти вот как бы делать разводы, да, плавные вот эти вот переходы. Есть, например, другая сторона акварели, то есть она уже будет более, как более неудобная для акварели, то есть она будет, например, сильно может впитать сразу, то есть есть бумага, которая может прям сразу впитать краску, и мы не сможем вот этот вот ингредиент сделать. Например, для этого даже вот менее удобно, да, вот это вот другая сторона листа бумаги, то есть можно тоже поэкспериментировать и посмотреть, чем отличается. Также есть, например, бумага чертежная, которая не предназначена для акварели. Там получается тоже вот у акварели не будет возможности тоже вот так вот перетекать, потому что лист бумаги не должен сразу в себя вбирать, да, вот эту вот воду и цвет, да, вот эту акварельку, то есть должна быть возможность вот тут растекаться. Также есть, конечно, разная бумага акварельная, более удобная для использования, более плотная бумага. Здесь у меня, например, 200 грамм, давайте вот тут сейчас покажу, вот такая вот 200 грамм, бывает и 300, 200 вполне достаточно. Бывает тонкая акварельная бумага, там, например, 100, 150, она более тонкая, когда более тонкая бумага, она будет больше, вот как бы пузырьки, да, вот эти появляться, неровности. Чем более плотная бумага, тем более ровной она будет оставаться. Вот, то есть вот такие вот моменты, то есть обычно любая акварельная бумага, да, там и более дешевая, и более дорогая предназначена вот для акварели, то есть есть возможность вот эти делать переходы. Вот, единственное, более, например, дорогая, более плотная, она будет меньше коробиться, да, ну, такие, опять же, да, вот неровности. И на более плотной, например, дорогой бумаге можно делать больше слоев, да, большая устойкость. То есть у меня, я там посмотрю, у меня тоже есть разная бумага акварельная, там попробую поискать и показать, да, тоже на практике, может быть, какую-то вот эту вот разницу. Вот, а так в целом… Хлопок и целлюлоза, отличия. Да, отличаются. Я вам могу прямо скинуть, то есть вот эти вот, как я иногда скидываю, скидываю какие-то вот статьи, да, параметры, я вам могу там прям более детально в беседу скинуть, чтобы, например, при покупке вы могли посмотреть, да, или посмотреть… Да, то есть, ну, на всякий случай. Здесь я на своем примере, здесь, например, лен. Вот, лен считается более таким качественным. Что тут еще есть у меня из бумаги? Так, 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 где обычно они, вот, можно поискать, там с другой стороны. Здесь вот, кстати, я замечала, не всегда написано белая бумага, экстра белая, акварельная для разных тоже. Вот здесь, например, уже нету. Давайте я вам прям скину табличку, скину табличку с разными параметрами, то есть, ну, чтобы для того, чтобы вы, если, например, еще не покупали бумагу, пойти в магазин, вам так будет легче ориентироваться, какая для каких работ, потому что есть бумага, она такая полуакварельная, вот целлюлоза ближе к ней, то есть она больше для каллиграфии подходит. Вот, для акварели лен больше подходит, есть смеси. Я вам прям табличку в WhatsApp скину, чтобы вы для себя выбрали, и в магазине было легче ориентироваться. И для других, мне кажется, тоже будет полезно. Спасибо, спасибо, шикарно. Да, так, так, просто, мне кажется, будет даже понятнее и будет запомнить легче. Сейчас я себе отмечу. Вот, чтобы не забыть. Так, идем далее. Сейчас вот эти вот сюда перемещу. Нам дальше нужен вот этот второй прямоугольничек. Мы здесь сделаем, ну, такой более эффектный момент. Также напоминаю, если, например, с первого раза что-то не получилось, это совершенно нормально, то есть нужно пробовать там один раз, два, три раза, там по-разному пробовать с разными цветами. Напоминаю, что экспериментируйте. Так, второй прямоугольничек. Здесь мы сделаем красивый переход, будем работать по-сырому. Нам, правда, снова нужен здесь как бы цвет неба. Давайте возьмем, ну, у меня вот здесь уже есть, да, вот эти выкраски. Я их и возьму, сделаю, например, более насыщенный цвет. То есть, например, здесь мы сделаем более темный оттенок наверху и снова плавный переход. Добавлю сюда ультрамарин и циролиум получается. Так, добавляем. Кстати, напоминаю, размер кисти зависит от формата, с которым вы работаете. У нас вот маленькие прямоугольники, поэтому я беру небольшую кисть, это третья. Так, дальше я тут снова возьму краски, чтобы такой переход был не сразу к светлому, да, а вот побольше можно взять темного. Пробуем, экспериментируем. Так, теперь промою кисточку, проведу далее. Можно еще вот так в другую сторону. То есть я сейчас, например, да, у меня оставалась линия, я провела так слева направо, а потом еще раз справа налево, но касаясь вот этой, да, линии, где получилась такая граница. Так, сюда доведем. Наверху, да, немножко неровность. Сразу, пока влажно, слегка сюда влезу. Слегка влезу. Так, и пока не засохло, побольше водички берем, побольше водички. То есть здесь вот этот вот переход. Тут линия осталась, потому что акварель чуть-чуть подсохла. Проведу так несколько раз кистью. Сделаем, например, да, там какой-то низкий горизонт. Так, переход, например, возьму чуть-чуть еще краски, влезу вот сюда. Ну, в целом, наверное, удобнее влезать, когда вот подсохнет, да, что-либо подправить. Так, промою кисточку и пройдусь по вот этой линии. Главное, напоминаю, не затереть. То есть вы постепенно тоже привыкнете, будете чувствовать, да, вот где лишний раз не проводить, а где лишний раз можно провести кистью, чтобы сгладить какой-либо элемент. Так, здесь пока у нас, так, вот тут много водички. Внизу собралось, тоже промокну кисточку о салфетку. Например, ну вот тут совсем внизу, да, могу так чуть-чуть подубрать. Ну, а нам сейчас нужна более влажная, да, бумага. Вот здесь вот прям влажная. Нет, правда, вот этот кусочек, чуть-чуть водичка там ушла с него. Так, смотрю, чтобы она у меня не высохла. Сейчас мы сразу сюда добавим, то есть такой эффект вот зеленый. Пока не высохла, да, пока не высохла. Так, наберем зеленого пигмента. Так, и сюда, например, делаем вот такой вот элемент, да, то есть по сырому. Это работа по сырому, мы с ним еще будем сталкиваться. А краска будет вот так больше растекаться. Растекаться. Так, можно зеленый он у нас с коричневым, да, может сочетаться. Коричневые тоже разные. Добавить еще вот какой-то оттенок, да, пока мы пробуем, пока тренируемся. Пока бумага сырая, напоминаю, можно еще так покрупнее, да, сделать. Тоже не размазываем, да, как бы макнули кисть в краску, потом на лист бумаги, и оно само по себе там должно растекаться. Я вот так чуть-чуть приподняла, сейчас получается, вот так перемещу, приподняла вот так чуть-чуть лист от стола, то есть вот тут немножко, если пространить, да, вот так вот он будет прямо, вот так я приподняла, потому что намок лист бумаги, и чтобы все совсем у меня не стекалось вот сюда вниз, да, чуть-чуть вот так вот приподняла. Ну, то есть вот можно как бы ракурс менять, чтобы у меня вся краска из неба из деревьев не стеклась вот здесь внизу, потому что бумага намокла, и, конечно, вот так она немножечко пузырьком. Так, надеюсь, там видно. Так, ну что, у меня тут еще вот есть, да, вот кусочек важный, давайте туда тоже макнем. Я такой коричнево-зеленый оттенок возьму. Так, ну вот здесь где-нибудь какие-нибудь маленькие, да, точечки, вот здесь с краю. Напоминаю, с этим эффектом мы еще будем работать, будем выполнять и работы и по сухому, и по сырому. Сейчас мы вот тоже смотрим, да, отличия вот этого справа прямо. Давайте я вот так, кстати, пока говорю, могу уже вот так попрямее, да, ставить. Смотрим разницу между вот этим, да, и вот этим. То есть слева по сухому, справа по сырому. То есть и то, и то будет напоминать там, например, небо и деревья. Так, они у нас подсыхают, можно, например, еще сразу попробовать вот еще зеленого набрать. Зеленый чуть-чуть с коричневым смешаю и влезу куда-нибудь вот так еще, да, кончиком кисти добавлю еще вот такой вот, например, более темный оттенок. Более темный оттенок. Обычно вот этот прием, он смотрится более эффектно, ну, потому что все так красиво растекается, переливается, а создает такой вот интересный эффект. Цвета не обязательно вот точно такие брать. То есть там вот у нас как бы синий, да, цвет неба. Здесь зеленый, у меня теплый зеленый с умброй жженой. Можно другие взять оттенки. То есть сейчас это не настолько принципиально. Вот, попробуйте. Попробуйте. Это достаточно быстро, да, выполняется. Но нам нужно вот, чтобы еще чуть-чуть подсохло, чтобы добавить, мы добавим стволы, почти сухой кистью, да, вот этим вот моментом сухим, добавим стволы. Как бы такое вот маленькое тоже упражнение, которое очень важно. Так, пока оно подсыхает, давайте будем делать еще следующий. Я обычно вот не люблю с одного на другое прыгать, потому что я вас могу таким образом запутать. Мне этого бы не хотелось. Поэтому, ну, пусть он подсыхает. Тут, в принципе, да, мы пока что все разобрали. Нарисуем с вами ниже еще один прямоугольничек, еще один. Сделаем такой чуть более сложный рисунок. Давайте я, кстати, вот так ведь могу перевернуть. Учусь вместе с вами. Учусь работать с техникой. Вот, смотрите, так будет же лучше. Чтобы и мне, да, вот под наклоном было, и вам, чтобы было более вам, наоборот, ровно. Вот, да, отлично. Так, сейчас нам нужно нарисовать прямоугольничек. Сейчас мы это все пододвинем. Рисуем прямоугольник. Этот уже можно чуть покрупнее. То есть, опять же, сделаем такой мини-пейзаж. Мини-пейзаж. Так, чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже. Если рисуете, конечно, более крупные прямоугольники, да, например, вот этот или вот этот, можно брать более крупную кисть. Более крупную кисть. Так, 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 так. Сейчас посмотрим по высоте. Я смотрю тоже на глаз, тоже на глазок себе рисуете. Просто вытянутый больше по горизонтали. Сейчас я дорисую последнюю линию, и будет видно. Так. Вот, вытянутый по горизонтали. Конечно, мне... Можно, конечно, сделать более ровные линии. Давайте пока ставим так. Дальше. У нас как бы будет немножечко как с горами, да, с горами пейзаж небольшой. Сейчас я его могу так слегка показать. Сейчас, чтобы ни во что не вляпаться. То есть вот такой пейзаж. То есть здесь у нас есть небо, поле, разные по тону горы. То есть, возможно, какой-нибудь пейзаж Адыгея, допустим. Ну, у нас там тоже есть горная местность. Или на наших югах, кстати, тоже есть какие-то такие моменты. Ну, здесь еще один эффект, да, с размыванием, ну, вот этими вот переходами цветов. Тоже потом выполним. То есть вот, ну, чтобы было как бы такое у вас представление, что мы будем делать. Вот, и так в целом можно вот... Я каждый шаг, конечно же, буду объяснять, на что будем делать. Так, сейчас посмотрю. Бумага еще не высохла. Конечно, чем больше воды, тем дольше высыхает. Так, промоем кисточку. Промоем кисточку. Дальше мы будем начинать. Наберем сначала тон неба. То есть в данном случае мы будем работать с слоями. Да, темнее, светлее и так далее. Будем работать с слоями. Тут важно опять же ждать, чтобы подсыхало. Поэтому давайте, думаю, начнем, чтобы время не терять. Так, чистой кисточкой, чистой кисточкой мы залезем куда. В принципе, вот этот оттенок был приятный. Цирулиум и ультрамарин. Тем более он у нас есть вот здесь, выкрыска на палитре. То есть можно использовать, да, не выкидывать материал. Можно его использовать. Так, 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 вот так, чтобы было все видно. Так, поровнее. Будем добирать небо. Линия горизонта. Что касается композиции. Композиции мы тоже, конечно, будем касаться. То есть линия горизонта должна быть либо у нас высокая линия горизонта, либо низкая линия горизонта, но не посередине. Да, вот в пейзажах, в рисунках стараемся вот линию горизонта четко посередине избегать. Мы будем делать с низкой линией горизонта. Плюс там горы. Да, у нас горы тоже будут примерно того оттенка. Так, я беру вот этот оттенок. Небо там достаточно светлое. Разбавляю вот здесь вот водичкой. Там как бы чуть-чуть здесь вот больше воды. Да, и вот тут чуть-чуть взяла вот этого пигмента. И тут с водой размешала. Сделала более светлый. Можно, кстати, палитру, если вы работаете на белой бумаге, можно, конечно же, класть, например, палитру на такого же цвета бумагу, что тоже вам было бы более видно какой там оттенок. Так, я обратно на серенький. Так, здесь у нас уже такой крупный кусочек, поэтому нам нужно побольше, побольше вот здесь с водой размешать. Можно, кстати, даже кисть взять покрупнее. Ну, ладно, я здесь уже набрала какой-то оттенок. Буду использовать ее. Здесь без перехода неба. Начинаем сверху. Сверху слева. Сверху вниз. Слево направо. Обычно, когда одно и то же проговариваешь, язык немножко заплетается. Так, макнула в воду, макнула в пигмент. Прокрываю, прокрываю. Пока это должна быть такая более однородная заливка. Акварелью работаем быстро. Можно сначала, например, смотреть, наблюдать, что я делаю, а потом выполнять у себя на листе бумаги. Или сразу вместе со мной, как вам удобно. Так, и линия горизонта. Да, вот она у нас будет заниженной. Да, бывает, провожу, да, вот так, например, пару раз, чтобы, например, какой-то момент сгладить или добрать цвет. Так, 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 так. Вот так сейчас передвину. Так, такой светло-светло-голубенький такой оттенок. Опять же, если собирается внизу, да, какие-то капельки, можно там кисточку промокнули чистую, да, эти капельки здесь вот убрать. Но не слишком, да, если вы совсем ее сделаете сухой, она может оставить тут вот на листе бумаги белое пятно. Так, в данном случае вот здесь, как бы у нас тут горы будут, да, поэтому если книзу у вас потемнее, вообще ничего страшного. Так, нам нужно, чтобы подсохло. Как вы видите, я не беру слишком много воды, потому что бывает, когда возьмете очень много воды, начинает стекать, да, стекать или куда-то вот переплывать все эти массы. Конечно, выглядит обычно красиво, но нам этот эффект пока не нужен. Так, также потом с вами разберем, конечно, и работу на планшете. Бумажный скотч, возможно, нам на занятиях понадобится, да, потому что когда мы будем делать пейзажи на А4, нужно будет оторвать лист от альбома, потому что там будет больше воды, ну, чтобы не портить те листы, которые под вот верхним. Маленькие рисунки, когда делаем нормально, там ничего страшного, но когда большой рисунок, много воды, много цвета, другие листы можем испортить. Поэтому будем отрывать, да, из альбома. И, возможно, пригодится там какой-то планшетик. Вот, кстати, планшет можем использовать даже вот такие, вот такие планшеты, да, тоже можем использовать, то есть чтобы ничего туда не впитывало. Тут есть вот эта вот скрипочка, но мы обычно акварельный лист можем прикреплять к планшету бумажным скотчем или кнопками. Вот, тоже посмотрим там, как нам будет удобнее. Вот, еще, конечно, красиво получается, когда если на планшет натягивать бумагу, я про это тоже расскажу. Чтобы работать по-сырому, конечно, удобнее, когда бумага натянута. Вот, я покажу, продемонстрирую. Так, я там ничего не испачкала. Ну, стол у меня, как обычно, весь в краске. Так, мне кажется, подсохло. Ой, вот тут у меня, кстати, уплыло дерево. У меня дерево куда-то... А куда оно? Я опять, может быть, несла кисть, капнула капелькой. Такое тоже бывает. Наверное, с кисти просто чистая капля воды упала и размыла мне дерево. Такое тоже может быть. Сейчас я посмотрю поближе. Кстати, тут уже более подсохшая бумага. Давайте, тут высыхает. Переместимся вот сюда. Верхний правый прямоугольничек. Давайте сделаем что-то похожее на стволы деревьев. Стволы деревьев обычно ближе к коричневому. Можем или смешать, или пока взять чистый цвет. Или взять вот эту вот выкраску и выбрать, что тут у нас из коричневого. Холодные, теплые, красноватые или оранжеватые. Нам нужны оттеночки. Так, 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 так. Что мы возьмем? Например, кстати, умбруженую. Умбруженую можно взять. Сюда я макнула на палитру. Здесь нет изобилия воды. То есть, как видите, тут чуть-чуть воды. То есть, так, средне, да, можно так сказать. То есть, не сильно много воды, но и не сухой кистью. Не совсем сухой. И можно сделать что-то похожее на стволы. Тоже можно сначала взять более светлый оттенок. Как бы вот здесь вот провести какие-то вот линии схожие. Ну, дерево пока, конечно, такой условный имеет характер. Мы с вами, конечно же, будем учиться рисовать дерево реалистичными. Да, мы на следующем занятии уже, опять же, будем более такие пейзажи будем делать. Сегодня, так сказать, наверное, даже последнее, да, по таким маленьким упражнениям. Так, другое дерево. Книзу оно обычно расширяется, кверху сужается. Можно сделать намек на такие вот тоненькие, прям кончиком кисти. Да, там тоненькие веточки. Там какое-то такое дерево сделаем. Пока фантазируем. Пока фантазируем. Пока что мы учимся. Какие-то, может, там еще веточки. А вот здесь вот добавим каких-то веточек. Здесь, может быть, еще какие-то штучки. То есть пробуем. Пробуем, пробуем. Без тренировок в акварели никак. Так, здесь не знаю, высохло или нет. Там, по-моему, было чуть-чуть влажно. Тоже вот так вот намечу немножко, как ствол дерева сделаю. Можно чуть потемнее, например, один из них сделать. Обычно мы начинаем с более светлых оттенков, потому что потемнее сделать проще, чем посветлее. Вот этот, например, сделаю потемнее чуть-чуть. Или, например, с этой стороны. То есть как бы тень у ствола дерева. Ну, то есть так вот условно. Пока что условно. Но уже это больше походит на пейзаж. Так, пробуйте, делайте. Нам нужно двигаться далее. Далее мы сделаем, пока то подсыхает, вот в верхней части. У нас вот здесь нижний прямоугольник пока подсох. Чтобы время тоже не терять, начну сразу вот здесь вот вниз. Делать как бы поле, плоскость земли. Так, для этого нам что подойдет? Можно охру, например, использовать. Что-то, чтобы не желтое, не коричневое. Зеленые поля мы чуть-чуть позже будем делать. Так, я возьму охру. Вот здесь. То есть может быть это поле с цветами. У нас обычно сейчас, особенно такое время, все цветет. Я, конечно, всех названий не знаю. Так, сейчас вот здесь, чтобы мазнуть, да, чтобы не сразу опять же на лист бумаги, чтобы еще вот по кисти, да, по ворсу кисти краска распределилась более равномерно. Так, можно мазнуть. Где у меня вспомогательный листочек? Где он? Ну, вот здесь. Можно мазнуть, посмотреть, вот нравится мне этот оттенок или нет. В принципе, меня устраивает. Это была у меня охра. Еще раз на всякий случай. Так, и там тоже не самое маленькое пространство. Побольше сюда теперь воды. То есть где больше пространства, там мы больше воды используем. Где вот такие линии с сухой кистью, меньше воды используем. Так, дальше нам нужно поле, да, начнем. Подождите. Переместить, чтобы вам было виднее. То есть закрашиваем это поле. Так, мы, кстати, можем, пока мы занимаемся закрашиванием поля Рябова, Светлана, можете даже вслух сказать или вот написать в чате или сказать вслух номер телефона. То есть как вам удобнее будет. Так, еще набираю цвет, чтобы мне хватило. У меня там, вот если, например, не совсем однородно получится, да, ничего страшного. Писать или сказать вам? Можете либо написать, либо продиктовать. Как вам удобнее будет? Давайте. Я напишу сейчас, чтобы мне отлично. А я написала. Вы взяли вот в чате? Написала. Я только телефон не написала, сейчас напишу. Хорошо. Так, мы сейчас, получается, вот прокрыли, как бы нижнюю часть, да, как бы поле. Так, эта часть у нас пока будет подсыхать. Писала, в чате есть. Хорошо. Так, набираю чат. Так. Над полем, да, мы сейчас работали. Так, смотрим, верхняя часть у нас подсохла или нет. Но верхняя более подсохшая. Но так как нам нужно работать и ближе к горизонту, нам нужно, чтобы вот эта часть тоже была более подсохшей. Иначе все одно в другое будет перетекать и получится как бы такая непонятная история. Вот эту капельку я сейчас уберу более сухой кистью. Чтобы заодно горизонт чуть быстрее у меня вот здесь подсох. То есть выполним уже легкий такой рисунок, легкий пейзаж. Можно тоже будет его повторить. Каждый раз, когда мы выполняем какую-либо картинку, у нас всегда перед нами стоят определенные задачи. Там решить по цвету, по композиции, по тону, по тепло-холодности. То есть мы всегда будем решать какие-либо задачи. Так, сейчас он у нас подсохнет. Так, посмотрим, как у нас тут обстоят дела. Я сильно много воды тоже не добавляла, поэтому вот он уже у нас на глазах становится более сухим и светлым. Тут, кстати, в данном варианте такие получились разводы на небе. Похожи на облака. То есть акварель, она тоже иногда дает вот эту вот интересность с разводами. Если нужно более гладкий, более ровный цвет, то лучше делать постепенно. Постепенно, например, прокрыли более светлым. Более светлый цвет всегда смотрится более однородным. Это также будет заметно, когда выполняли или будете выполнять вот эти выкраски. Более светлые смотрятся более ровными, однородными. А более темные имеют больше таких как бы разных вот переходов. Вот этот вот пигмент, частички пигмента дают такую неровность. Так, ну что, я думаю, подсохло. Главное, чтобы ближе к горизонту было более сухо. Или, может быть, чуть-чуть будем не соприкасаться с горизонтом. Так, мы уже начнем делать горы. Горы, они у нас будут вдалеке. Мы знаем с вами по воздушной перспективе, ну или знаем, или узнаем. Чем дальше от нас, тем более голубенькими становятся оттенками. То есть это горы будут, если были бы вблизи, допустим, они были там коричневых, зеленых оттенков и так далее. Я, чисто условно, чем дальше от нас, тем они будут приобретать более такие голубоватые, синеватые оттенки. У нас они будут вдалеке, без деталей. Так, моем кисточку. Цвет какой нам подойдет? В принципе, мы можем также использовать ультрамарин плюс цирулиум. Давайте вот тут сейчас мы. Вот тут акварель у меня уже вся в красках. Да, переверну чистой стороной. Можно, кстати, вот эта капелюшка у меня тут катается по всей палитре. Можно, чтобы не каталась, сухой салфеткой протереть. Так, положим аккуратненько и наводим, да, так как у меня там в верхней части палитры уже все размазалось, новые цвета навожу. Напоминаю, перед тем, как залезть в какой-либо цвет, обязательно мойте кисточку, чтобы вот тут они в коробочке оставались чистыми. Так, я беру также цирулиум, наношу сюда на палитру, чуть больше водички так можно добавить, потом ультрамарин. Сначала вот здесь вот рядышком, да, и можно вот так подмешать туда цирулиум. Опять у меня там тоже капелька потекла, но она пока не в экране. Так, нам нужно начать с нижнего слоя. В акварели есть правило, начинаем с светлых, да, самые темные в конце. То есть в масле мы, наоборот, начинаем с теней, потом свет. В акварели, наоборот, сначала свет, потом тени. Вот, поэтому, чтобы сделать вот переход по тону в горах, нам нужен сначала более светлый оттенок. То есть вот здесь мы намешали, здесь достаточно темный, да, изначально, если мы много пигментов, добавили, так, промываю кисточку и вот здесь вот развожу это все с большим количеством воды. Еще чуть-чуть, но не должно быть слишком свято, то есть должно быть темнее небо. Сейчас я нанесу на лист бумаги цвет больше, чуть фиолетовый, ближе к фиолетовому. Да, не чисто такой голубенький. Так, и наносим горы. Горы мы тоже будем как бы представлять. Мы пока с вами фантазируем. Фантазируем. Так, допустим, мы вот так начнем. Может быть, это даже темновато. Чуть побольше воды, чтобы успеть протянуть так вот вниз. Да, потому что у нас будет наложение слоев. Побольше берем водички. Так, одна гора ниже, другая сделаем вот так выше. Так, стараюсь работать быстро, чтобы какой-то участок у меня не засох, чтобы не было слишком там какой-то жесткой, четкой линии. Так, доводим. До конца. Ну, а если будет слегка неоднородно, будет, наоборот, даже красивее. Так, мы нанесли с вами, получается. Вот тут у меня такой жесткий контур. Обычно это самые дальние мы нанесли горы. Вот это, например, гора ниже, вот это выше. Ну, просто так вот плюс-минус на глазок. Можно делать, как вам понравится. Понравится не обязательно горы, прям точно такие же, да, выполнять, как у меня. Можно чуть-чуть иначе. Можно чуть-чуть иначе. Так, нанесли. И теперь нам нужно опять же подождать, когда оно подсохнет, если мы хотим с вами работать именно слоями. Так, пока оно подсыхает. Тут мы можем видеть на стыке, если мы залезли, получается, вот этими голубоватыми, фиолетоватыми оттенками на наше поле, мы заметим, что там будет такой оттенок более зеленоватый. Да, мы же с вами знаем, что синий плюс желтый получается зеленый. И вот здесь получается такой сложно сочиненный, то есть здесь же у нас смешан был ультрамарин и цирулиум, а здесь внизу охра. Охра у нас ближе к желтому. Поэтому вот тут, если мы заедем горой, вот этим синим оттенком на поле, получится чуть зеленоватый оттенок. Вот, я его не буду, да, там подправлять, то есть чуть-чуть заехала, ничего страшного в этом нету. Так, вот так поровнее, сейчас поставлю. Так, так, конечно, тут вот по композиции можно было бы уже, да, тут пока, в принципе, подсыхает, давайте немножко про ритм. Схожий немножко, да, например, нам нужно смотреть, что тут верхняя такая вот полосочка светлая, потом у нас более темный синий оттенок горы и нижний оттенок поля. Конечно, желательно, чтобы они все по массам были разные. То есть горы можно, например, было бы сделать еще крупнее, чтобы они, например, смотрелись более динамично. Вы говорили, нужно думать быстро, можно делать маленькие эскизы, подчерпушки на другом листе бумаги, чтобы понимать, что где располагается. Так, ну что у нас, подсыхает или нет? Уже более подсохшее. А что у меня с листиками там внизу? Тут немного воды, поэтому нижние листики при высыхании будут более ровными. Ну, уже более подсохшее. Когда оно максимально подсохло, да, если чуть-чуть влажноватая, ничего страшного не произойдет. Так, следующий уровень гор мы выполняем тем же цветом. Оттенок должен быть потемнее. Потемнее. Чуть-чуть сейчас ультрамарина туда добавлю. Чуть-чуть темнее. Можно, опять же, делать выкраски на дополнительном листе. То есть сделать, например, вот мы сейчас намешали более темный оттенок. До этого мы с вами смешивали вот тут вот побольше воды и намешали. Сделали, например, вот оттенок. То есть вот они уже отличаются друг от друга посветлее, потемнее. Плюс при наложении, да, даже если мы тот же самый тон вот здесь вот возьмем, все равно уже будет потемнее, немножко в горы смотреться. Так, тот же самый оттенок. Тот же самый оттенок намешали. И выполняем следующий слой гор. Следующий слой гор. То есть некоторые могут быть более острыми, да, некоторые более плавными. Давайте сделаем. Я начинаю с верхней части. Например, можно сделать вот так. Я, в принципе, импровизирую. Да, у меня хоть некий референс есть, но он тоже такой пока условный характер. Опять случайно заехал на поле. Желательно не заезжать. То есть в акварели стараемся делать максимально мало ошибок, потому что некоторые вещи в акварели мы не сможем исправить. То есть это все равно, что гелевой ручкой по листу бумаги провести. То есть мы уже не можем гелевую ручку убрать. Вот в акварели, конечно, есть тоже вот эти вот сложности, что мы не можем, например, там совсем перекрыть, да, вот этот рисунок, совсем убрать с листа бумаги, нарисовать заново. То есть бумага будет портиться. И как бы рисунок вот этот совсем не смоется с листа бумаги. Я попробую вот тут чуть-чуть то, что я заехала, вот так вот смыть чистой кисточкой, но с водичкой. Чуть-чуть вот эту вот загогуленку убрать с листа бумаги. Слегка оттенок все равно останется, вот этот вот синеватый. Зеленоватый даже, да, потому что он смешался с цветом поля. И салфеткой его тут на поле чуть-чуть вот уберут. Ну, зеленца легкая все равно останется. Ну, может быть, так даже и симпатичнее, как будто немножко там где-то трава. Так, ждем, когда высыхает. Вот здесь немножко округлые горы получились. То есть можно сделать более округлыми, можно сделать более острыми. По оттенку этот слой был чуть темнее, а потом будет следующий слой еще темнее. То есть мы как бы делаем одни горы за другими горами. То есть такое пробуем поработать над пространством. Что-то ближе, что-то дальше. Но оттенок, тем не менее, мы пока берем один и тот же. Так, конечно, по типу холодности можно у нас, например, дальше от нас оно, конечно, становится более голубоватым оттенком. Но если ближе к нам, да, эти голубоватые оттенки будут чуть-чуть теплее, чем дальше от нас, тем оттенки будут все холоднее. Вот мы это еще с вами изучим на практике. Чуть-чуть, да, вот тут у меня размазалось. Чуть-чуть размазалось. Но это теперь неизбежно, да, совсем убрать это будет сложно, потому что если я вот так буду стирать, а этот цвет, который вот тут вот вылез, я могу стереть, получается, часть вот этого слоя поля, что тоже не очень хорошо. Елена, скажите, пожалуйста, а вот если теплее, значит, нужно больше ультрамарина или больше синяя, ультрамарина больше? Да, да, ультрамарин теплее. Да, если вот мы именно брали циролиум и ультрамарин, нужно сделать теплее, да, все верно, мы добавляем больше ультрамарина. Даже вот тут вот немножко отличаются. Они, конечно, один светлее, другой теплее, ой, темнее. Они тоже видно, что вот это чуть холоднее, вот тут чуть теплее. Надеюсь, там видно через экран. Тут я делала оттенок более темный за счет ультрамарина, да, ультрамарин он более темный. И поэтому и небо чуть более теплого оттенка. Вот, сейчас можно будет тоже, вот, например, следующий слой гор, да, мы будем делать темнее и можно сделать чуть теплее. Сейчас оно подсохнет, пока еще немножко влажное. Давайте подождем. Я пока поменяю воду, схожу, да, потому что там уже смешаны различные оттенки. Я пойду поменяю воду, что и вам советую, если у вас кожа уже загрязнилась. Так. 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 Спасибо. Так, я вернулась. Так, на палитре пока чистое место есть, поэтому я ее пока мыть не буду. Ну, то есть тут еще много пространства. Тут вот хозявочка вылезла. Уберу ее салфеткой сухой. Так, смотрим. Ну что, вроде бы подсохло. Так, можно было бы еще чуть-чуть подождать. Ну, так, у нас время 13.35. Давайте далее. Старайтесь сильно много воды не использовать. Высыхать будет тогда быстрее. Так, ну что, берем также, вот оттенки, они у нас тут уже были замешаны. На палитре цирулиум и ультрамарин. Можем добавить также чуть больше ультрамарина. Вот у нас оттенок стал сразу более теплым и заодно более темным, потому что есть оттенки. Все равно вот они цирулиум, он сам по себе более светлый, ультрамарин сам по себе более темный. Да, то есть затемнять можно еще и за счет этого. Так, ну что, набрали здесь получается пигмент и делаем следующий слой гор. Они у меня как бы тоже ниже, да, по размеру. Одни ниже, чем другие. Так, ну, можно какую-то небольшую сделать, чтобы у нас как-то было тоже интересненько. То есть можно сделать вот так, вот так. И, ну, то есть чтобы у нас где-нибудь вот тут закончились. То есть можно не доводить совсем вот сюда до конца. Да, да, то есть как бы немножечко разнообразия чуть-чуть перекрыла этим цветом часть поля, да, где я заехала, где мне расплылось. Так, допустим, вот так как-то тоже красиво завершить. Можно тут еще что-то, например, можно сделать, что здесь какая-то вот еще там другие горы, да, выступают. То есть можно вот как бы чуть-чуть импровизировать. То есть можно сделать вот так. Ну, то есть чтобы не было просто одинаковые три полосы светлее, темнее, темнее, а вот так немножко вот разбить, да, где-то вот так участок оставить. И потом, видите, он темнее. Если перетемнили сухой салфеткой, сухой салфеткой, правда, чистой у меня вот уже заканчивается, то есть берем сухую салфетку и промакиваем. Вот. Ну, еще такой момент, что может много, да, убраться, если сухую салфетку убирать, можем даже убрать лишнее. Так, ну, будем пробовать тренироваться. Так, посмотрим поближе. Вот такая история у нас получается. Вот это я даже заехала немножечко выше, чем та гора. Ну, чуть-чуть выше и чуть теплее. Ну, как бы минимально разница видна, но пока минимально, да, потому что, конечно же, горы не имеют чисто фиолетовый оттенок, да, или чисто синий, как небо, да. Оно не является чисто каким-то голубым оттенком, например, циррулиум, да, в чистом виде. То есть обычно оттенок неба – это у нас циррулиум, ультрамарин, и можно добавлять там где-то красную капельку крапуака, и он такой сложный фиолетовый оттенок дает. Так, ждем, когда у нас подсохнет. Вот, тоже эти задания я сфотографирую, в WhatsApp на всякий случай тоже выложу. Вот, правда, у нас, да, объяснения все именно на занятии, ну, просто это более удобный способ, да, сообщением не все можно объяснить и рассказать. Вот, все основные моменты мы, конечно, проходим именно на занятии. Так, смотрю, подсохла или нет, да, поворачиваю на источнику освещения, если не блестит, если матовая поверхность, то, значит, высохла. Если блестит, значит, еще сыро. Деревья у нас такие забавные получились. Кстати, вот эти упражнения тоже в WhatsApp можете выкладывать. Там, конечно, они более такие тестовые, да, но, в принципе, интересно было бы посмотреть, что у вас получается. Так, ожидаем. Ожидаем, потому что следующий этап – это будут деревья. Деревья у нас будут тоже обобщенные. Мы знаем, что ближе к нам мы видим, например, деревья, да, вот есть ближе к нам. Они будут детализированные, более детализированные, более крупные. Более темные, светлые оттенки, да, чем дальше от нас, тем мы видим меньше деталей. Мы видим чуть холоднее оттенки, еще зависит на сколько, да, какой предмет дальше от нас. С этим мы тоже, конечно же, поработаем. Так, то есть здесь в данном пейзаже у нас будут деревья как бы вдали, поэтому они будут вот такими более обобщенными, как вот этот первый вариант. Да, потому что если это очень далеко, мы детали практически, конечно же, не видим. Вот эти деревья из-за того, что мы добавили тут стволы и ветки, они смотрятся, что как будто бы они ближе к нам. Да, то есть чем больше деталей, тем будет казаться, что этот элемент ближе. Чем он более обобщенный, тем он будет казаться дальше от нас. Деревья тоже попробуем сейчас сделать и посветлее, и потемнее, да, чтобы было какое-то разнообразие. Так, очень важно подождать, чтобы высохло, потому что дерево не должно расплыться в горе. Да, эффект будет совсем другой. То есть не должно переливаться, расплываться. Давайте еще сейчас чуть-чуть подождем. По времени мы с вами все успеваем. В акварели очень важно не спешить, потому что можно сделать и много ошибок, и исправлять их сложно, и может все размазаться, смазаться. Очень важно, конечно, ожидать, чтобы подсохло. Ну, за исключением вот этих, да, когда по сырому работаем, там наоборот нам нужно, чтобы пока пятно сырое, в него влезть другим цветом. Так, сейчас еще чуть-чуть. Чтобы точно не испортить, да, под конец. Бывает такое, что стараешься, работаешь, там, прорабатываешь, там, по тону, по цвету, в конце начинаешь спешить, не дожидаешься, когда высохнет, и можно испортить под конец просто все, что сделал до этого. Очень не хочется таких моментов. Так, давайте еще обсудим, какой мы цвет с вами будем использовать. Деревья, которые ближе к нам, они будут теплее, те, что дальше от нас холоднее. То есть можем этот эффект использовать. Да, хоть у нас маленькие деревья, но будем пробовать, будем пробовать не просто зеленым, да, деревья понатыкать, а сразу что-то более сложное. Вот здесь наша выкраска. Можно также посмотреть, да, вот зеленые, более теплые и более холодные. Более холодные зеленые можно использовать, либо взять там, кстати, красивые оттенки холодной зелени, получается, с помощью смешения ультрамарина и изумрудной. Кстати, можно именно этот оттенок и использовать на деревьях дальнего плана. Только этот цвет должен быть более светлым. Вот здесь, например, изумрудная, где? Вот здесь изумрудная плюс ультрамарин. Такой вот более светлый оттенок, да, он тут сильно светлый, нам, конечно, для пейзажа чуть-чуть надо потемнее. Если смешивать изумрудную и цирулю, ну, оттенок чуть более яркий, чуть более зеленоватый становится. Вот, мне кажется, интереснее был бы вот такой вот более сложный через ультрамарин и изумрудную. Давайте попробуем пока что смешать у нас на палитре. Так, кисточку промоем. Я забыла промыть после нанесения последнего оттенка гор. Промою кисточку. Так, пододвинем. Беру, что мы там договорились взять? Ультрамарин. Сюда на палитру наносим. Потом беру изумрудную. Возьму чуть-чуть, потому что пигмент достаточно яркий. Рядышком сюда положу и чуть-чуть вот так их, чуть-чуть их смешаю. Смешаю, конечно же. Так, еще сюда добавлю кабло изумрудного. Смешаем с ультрамарином. То есть, чтобы это получился холодный, но приятный оттенок. Потому что если переборщить с изумрудной, можно получить такой ядовитый зеленый цвет. Так, где у меня вспомогательная моя штучка? Палитра. Я теперь на палитре. Так как я смешиваю, хочу интересный оттенок. Беру ненужный вот этот лист, но точно такой же бумаги, как на которой я рисую основный рисунок. И проведу вот этот цвет. Можно, может быть, даже... Ну нет, сделаем. Ну ладно, еще чуть-чуть зелененького. Еще чуть-чуть зелененького. Вот так, чуть зеленее. Чтобы дерево не сливалось с горой. Да, с горами, которые там на дальнем плане. Так, но дерево, тем не менее, раз оно будет ближе, чем гора, оно должно быть чуть-чуть темнее. И хотя бы как-то отличаться по тону. То есть дерево не должно быть светло-голубенькое на фоне темно-синего... Темно-синей горы. Так, давайте попробуем. Здесь у меня... А, я же могу... Что же я? Не вмещаюсь, хотя можно вот так же сделать. Не додумалась. Так, изумрудная плюс ультрамарин. Смешиваю. Смешиваю сюда мазну. Нормально. И по тону, и по цвету. И где-нибудь, что у нас там на дальнем плане? Немножко вот так деревья. То есть оно как бы к середине немножечко расширяется. То есть следующий момент. Сначала ставим кисть на кончик, потом чуть-чуть ближе, и потом опять отдаляем. То есть вот такую вот какую-то загогулину нам надо получить, чтобы посередине чуть шире. В целом, ну это тоже как бы такой условный характер. Что-то приблизительно вот такое. Чуть-чуть можно даже потемнее сделать. Я смотрю, чтобы на фоне горы было заметно. Так, изумрудная, ультрамарин. Главное не перетемнить. Можно, кстати, потом сделать. А вот оно подсохнет, сверху можно будет пройтись. Потому что очень важно не перетемнить. Лучше набирать тон постепенно. Вот еще где-нибудь сделаем деревья. Они вот такие синеватые. Вот сюда, кстати, можно добавить. Вот где прогальчик. Еще ближе, которые к нам будут деревья, они будут крупнее. Вон туда добавим. Еще чуть-чуть. Может быть еще куда-то сюда. Фантазируем. Пока представляем, где они там могут быть. Но уже пространство создается, уже чувствуется. Так, в принципе, можно сразу следующие деревья делать. В них можно добавить, ну, например, в тот же замес ультрамарин плюс, что тут было, изумрудная. Но нам нужен чуть более теплый оттенок. Можно взять более теплый зеленый цвет. Более теплый зеленый цвет. Это, например, травяная может быть. И сюда к ним подмешаю. Чуть-чуть, чтобы теплый превалировал. Вот сюда мазнем. Сейчас посмотрим. Вот он более теплый. Более теплый. По тону тоже постепенно. Оно, конечно, ближе к нам темнее. Мы его постепенно доберем. Да, акварель, материал прозрачный. Так, где бы нам здесь центры композиции, кстати. Да, у нас же тоже должен быть. Давайте центры композиции. Вот тут чуть-чуть правее. Там, может быть, золотое сечение с вами тоже изучим. То есть, как бы вот в этой области добавим деревца. Такое, да, не врисовываем. Никаких нам не надо сейчас деталей и так далее. Так, 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 так. То есть, чуть теплее оттенок. Куда еще можно добавить? Куда еще? Может быть, вот сюда. Сюда. Есть, кстати, в композиции правила четного и нечетного. Нечетное всегда будет выглядеть интереснее, чем четное. Да, если я поставлю вот здесь и вот здесь деревья одинаковые по размеру, будет по композиции скучно. А если, например, добавить даже два одинаковых, но мы еще одно добавим, третье, даже если такого же размера, композиция уже будет динамичная. А если они будут еще разные по размеру, будет еще динамичнее, более правильно по композиции. Так, вот такое количество деревьев. Можно сильно не переборщить, а знать миру. Так, и можно будет еще по тону, да, по тону сделать вот эти вот деревья, да, вот это у меня, например, и вот это. Они светлые. Сейчас подсохнут и сверху еще раз смазну более темным оттенком. Можно какую-то добавлять, там, может быть, болотную зеленую. Ну, что там у нас? У меня зеленых не так много, у меня только изумрудная, есть вот зеленая теплая, ну и плюс зеленые можем, конечно же, намешать. Да, вот здесь вот более разнообразная палитра зеленых оттенков, которые мы можем смешать теплее, холоднее. Так, что-то у нас по подсыханию. Сейчас подождем чуть-чуть. Опять же, чтобы все не испортить, можно будет потемнее сделать. Можно будет даже сделать чуть потемнее вот эти голубоватые деревья, да, но которые как бы чуть-чуть дальше. То есть сейчас мы подработаем. Хотя, может быть, более темные уже подсохли. Деревья, да, давайте по ним пройдемся. Так, это был у нас ультрамарин и изумрудная. Изумрудная и ультрамарин. Тоже, видите, я каждый раз смешиваю. Либо если мне тот же нужен оттенок, я просто в тот же влезаю. Если мне нужно намешать новый, да, какой-то оттенок, я рядышком. То есть все не смешивайте. Все, что есть на палитре, не нужно смешивать. То есть вот сюда мы уже залезли, получается, теплый зеленый. То есть сюда мне уже этот оттенок, получается, не подходит. Я намешиваю рядышком новый. Ультрамарин и изумрудная. Чуть-чуть делаю деревья вот тут потемнее, которые ближе к нам. Так, тут у нас был ультрамарин. Так, чуть темнее. Вот это чуть темнее. Помним, главное не перетемнить. Главное не перетемнить. Так, что там у нас? Вот это чуть-чуть тоже сделаем потемнее. Да, вот эти. Деревья не должны, напоминаю, сливаться с горами. Ой, секунду. У меня убежала бумажка. Так. Главное не перетемнить. Вот мы видим уже, как бы, передний план, дальний план, еще более дальний. Так. Поле смотрится достаточно светлым. Тоже можно корректировать потемнее, посветлее. Но, например, поле у нас уже под деревьями, поэтому мы в него особо пока влезть не можем. Ну, тут горы, конечно же, просвечиваются, да, потому что метод наложения цвета. И горы могут немножко вот просвечивать сзади деревьев. Так, ну что, зелененькие у нас подсохли, наверное. Давайте по зеленым. Те, которые ближе к нам, они, вероятно, уже подсохли. Влезем в них еще раз. Можно потемнее пигмент намешать. Тут у меня, видите, уже такой прозрачный. Намешаю еще. Что там у нас было? Там было немножечко изумрудного, ультрамарин. Хотя можно уже и без изумрудного, и тепленького, чуть-чуть зеленого. Вот такой у нас оттенок. Так, я думаю, нормально. И поверх дерева, кончиком кисти, потому что достаточно маленькие деревья, поэтому кончиком кисти я их вот так затемняю. Вот это можно было бы еще потемнее, да, надо было макнуть в пигмент. Сейчас я второй раз не буду залазить, чтобы не испортить. Вот, ну и просматриваем ритм, да, вот деревьев. Ближе к центру, вот у меня самое крупное дерево, дабы здесь вот как бы даже в такой вот маленькой почерпушке завязать центр композиции. Да, то есть вот тут вот горы справа вот так под наклоном в эту сторону, здесь горы под наклоном в эту сторону. И как бы и здесь получается вот центровое большое дерево. Ну, это такие вот маленькие такие детальки композиционные, над которыми мы тоже с вами будем, конечно же, работать. Так, о, я вот тут случайно залезла, как будто ветка получилась у дерева. Ну, я бывает, конечно же, иногда сложно и рисовать, и говорить одновременно, нам можно что-то где-то упустить по невнимательности. Ну, ладно, чуть-чуть вот так вот потемнее, да, чтобы оно было темнее, чем те, что сзади этого дерева. Можно еще добавить плановости, может быть, вы еще захотите деревьев добавить, да, ближе к нам на переднем плане. Ну, например, более теплого уже оттенка. Ну, то есть можно просто ультрамарин плюс там теплый зеленый оттенок. Так, или просто теплым, да, теплым зеленым, потому что они все равно как бы у нас вдалеке, да, они все равно вдалеке, даже те, что вот здесь на этой картинке на переднем плане, да, они все равно вдалеке, поэтому добавляли всегда ультрамарин. Если бы это совсем было на первом плане, ну, это ладно, опять я начинаю уходить в композицию. Давайте проверим, что у нас здесь. Так, мне кажется, нормально. А тут вот, например, гора, да, видна там за деревом, вот прям такой просвет. Конечно, можно там попробовать чуть размыть, чуть размыть эту гору. Чуть влажной кистью, чуть размыть, вроде бы, вроде бы слегка, извиняюсь. Это у меня что-то там, да, на телефоне. Вылезла, так, надеюсь, а, все, сбросилась. Возможно, вам звуки были слышны лишней. Кто-то позвонил. Так, и за вот этим деревом тоже можно чуть-чуть по сухой, по влажной кистью, чуть-чуть, так вот слегка подразмазала вот эту вот линию, как бы линию горы за деревом. Так, сейчас я влезу вот тут зелененьким. Так, здесь же мы намешивали, чтобы более однородное было пятно, да, я же подразмыла чуть-чуть горы. Для однородности пятна, сейчас вот так еще одним мазочком пройдусь, чтобы был цвет более однородным. Пока деревья просто мазочки, да. Подскажите, у нас уже 56 минут. А есть ли у вас какие-то вопросы? Картинки я скину вот этого задания, которое мы выполняли. Кстати, давайте расскажу, на следующем занятии мы с вами уже будем выполнять небольшой пейзаж с полями. Красивые поля с деревьями, тоже дальний план. Тоже будем постепенно работать, работать будем по усложнению, да, то есть постепенно будем усложнять, усложнять нас еще задачи. На следующем занятии будем рисовать пейзаж. Я вам скину перед занятием референс. Формат нужен будет А4, я также на всякий случай напишу перед занятием еще раз список материалов, которые мы используем, и формат. Пока формат А4, но нам даже А4 будет большой. Мы, скорее всего, на следующем занятии опять же нарисуем себе такое вот окошко, в котором будем выполнять пейзаж. Скорее всего, я уже, так как это более крупный пейзаж будет, оторву лист бумаги и прилеплю на планшет бумажным скотчем. Вот, вероятно, вот так посмотрю, что у меня из планшетов, и тоже в начале занятия расскажу, если я буду такой метод использовать. Так, сейчас поровнее положу. Так, подскажите вопросы, может быть, у вас еще есть. Так, то, что нужно будет в WhatsApp отправить, я все записала. Картинки можно будет тоже туда прислать. Я свои фотографии на всякий случай тоже туда отправлю. Так, подсотру немножечко. Вот тут все-таки тут вот козявочка мазнула кистью. Да, вот там вот видно незапланированный мазок. Мне все-таки нравится, когда все достаточно верно, когда все идет по плану. Чуть-чуть вот так подразмою, еле влажной кисточкой. Эстетика. Эстетика, аккуратность у нас всегда должна сохраняться в наших рисунках. Чуть-чуть еще так подразмою. Так, конечно, все равно останется чуть-чуть заметно, что я там что-то где-то махнула кистью. Случайно заберем. Простите, пожалуйста. А можно у вас еще попросить, как вы вот эти деревья, как вы это делали? У меня, наверное, не получилось. Как бы капельки. На отдельной рисунке. Спасибо. Да, так, смотрите, то есть вот у нас кисточка, она еще должна быть, вот если это беличья кисточка, да, она вот собирается таким вот остреньким, да, кончиком. Так, мы сейчас возьмем, ну, например, я просто возьму вот здесь вот эту ультрамарин и цирулиум, да, ну, просто вот что есть на палитре, чуть-чуть вот потемнее, чтобы вам было видно на экранах. Так, и получается, я сначала веду вот так вот, ставлю кончиком, я сейчас ее как бы увеличу, что ли, вот так вот веду кончиком, а потом сильнее нажимаю на кисть, потом опять приподнимаю. Ну, вот, грубо говоря, ну, такая загогулинка кривоватая, ну, я как бы специально покрупнее, а потом можно чуть-чуть вот так вот мазнуть, подредактировать. Да, понятно, очень даже понятно, спасибо большое. О, отлично, сейчас у нас уже два часа, ну, сейчас я прям быстренько вот так еще, так, под наклоном покажу. Так, вот у нас кончик кисти, нажимаем посильнее и приподнимаем. И такая получается загогулинка. Так, подскажите, еще вопросы есть, у нас уже два часа, будем с вами постепенно закругляться. Так, если есть вопросы, задавайте. Вот, ну, у кого вопросов нету, но чтобы вас не задерживать, то я вам желаю всего самого хорошего, спасибо вам за внимание. Спасибо. Такое у нас, да, тоже вводное в пейзаж было занятие. Приходите также на следующем занятии, будем делать с вами уже пейзаж. Может быть, даже потом его оформите, да, и себе там где-то повесите. Спасибо большое за занятие, Ирина, до свидания. Спасибо. До свидания, до свидания, всего доброго, хорошего всем дням. Спасибо. До свидания.